добрый день зрители нашего канала вот сейчас мы на томате фенда да и вы увидите насколько вот вы хотели как насколько на звезд это уже вторичные пасынки вылазить спрашивает насколько кистей может помидор данную ты на своем видео там томаты розовым или красок там на 4 на 5 может просто детерминанты врачами то есть смотрите да вот сейчас мы посчитали вот у нас вышло сейчас 12 вот она выходит 11 уже цветет и 12 то есть сейчас у нас 3 апреля да и соответственно мы будем тянуть каким закончится этим помидором последний помидоры собрать это 15 июня на середине июня соответственно лето у нас летом где-то от опыления до сбора максимум 45 дней 40 45 ну 45 не берем запасом значит где-то последнее опыление будет в районе 28 по 28 30 апреля вот так вот чтобы вы рассчитывали всегда да то есть когда вы хотите убрать в летний период но если более скороспелые томаты как финансы скороспелый это вот 45 дней для томатов более крупных красных можно поднять больше там до 60 дней до не больше летом они все-таки зреют быстрее опыляете и вот считаете срок то есть вот когда последний вас убор вот мы запланировали убрать 15 потому что намечается небольшой как бы у нас с и ремонт надо сделать немножко и вот соответственно я так думаю что самый минимум здесь будет это еще если зацветит это так неделю максимум даст еще три это у нас где-то в 15 кистей спокойно растянется помидор вот так и помидоры над врач на 12-15 кисти но если вы нормально ващите в зимний оборота что ну выращивание именно в теплицах нормальных там в весеннем обороте меньше чем 10-12 кистей но там нерентабельно поэтому если вы видите зачем дальше помидоры прекрасно качается это фенда вот идет у нас и там дальше хорошо завязывается и новые цветы дальше кисти хорошие цветочные кисти группа это все микроклимат хороший температурный режим хороший только при этом можно достичь плюс сбалансированное питание конечно без сбалансированного питания здесь никак не возьмете обратите внимание сейчас уже стоит сетка сетка притеняющая мы сильно больше не сами 40 процентов 5-40 он притеняет это ну зато хватает для цветения для завязывания и для налива плода при этом листья не сильно страдать вот это резких солнечных этих больше 40 процентов не сетку не ставьте на томатах именно потому что мат это солнцелюбивое растение это у нас да здесь есть это не седьмая световая зона а и туда еще например там составит во-первых стать попозже надо чем мы поставим и второй момент конечно можно поговорить уже не а 40 там а 30 25 процентов петене то что есть вот иногда зайдешь поставить сетку процентов 70 плетения да там прохладно но там и налива нет они как поэтому мы мелкие помидоры не на качество что для того чтобы помидор накачивался должен быть фотосинтез листьев а фотосинтез как мы знаем из курса ботаники происходит только под 10 солнечных лучей кстати я еще хотел добавить это вот у нас нижняя зона ушла вот сейчас нас средняя зона здесь идет вот хорошие плоды идут накачка идет от средней и еще верхняя зона чтоб еще вот эти две зоны вот средние и верхнюю зону нормально накачать и получить обязательно надо корневые подкормки если этот без этого никак для стимуляции корневой системы чтобы вот такую вот пахли но растения нормально вытягивал полноценно обязательно вот эндровейл можно давать там полговой вот многие пашу изначально когда помните если вы смотрели внимательно наш весь этот цикл да мы самого начала говоришь ему заклад многоэтажный дом то есть большим мы начали первый месяц боролись за хорошую корневую систему да но создали корону то есть как говорили потом постоянно ее надо поддерживать активные да вот таком возрасте как раз надо дополнительно еще надо как раз активно вот это давать подкормки вот корневые чтоб усилить развитие омолодить корневую систему чтобы она вдвойне работал потому что сейчас жара сейчас это обмен веществ усиливается работа говорили на огурцах то же самое натурамин и алга в плюс смеси в баковой давайте можно совместно если у вас на при этом то есть у нас ну видите да никаких насекомых ничего нет болезни то есть смысл приходится просто но если ну это конечно хорошо что просто приходится если у кого есть до после дополнительно то есть вы работаете по насекомым или от болезням это смешивать во первых он будет снимать стресс и от химии натурамин да но и усиливать рост растения алгавелл он соответствует метаболизм то есть наливы лучше еду до корневая система и само растение развивается хорошо на покраснение плодов если кому надо покраснение как мы уже говорили натурфул колор фосфайл да и фосфайл это натурфул колор и этот вилсамовский но потом вспомнил ставит вам до оператор и конечно момент очень важным на помидорах это обязательно что кисти сейчас были максимально открыты свет был хороший калийное питание калийное кальций калий кальций обязательно иначе начнут сзади такой стадии фосфора много давать не надо почему многие спрашивают иногда мелкий помидор начинает коснику но кто-то начать очень много давать фосфора и за кто внушил но помидоры ческать фосфору тем более сейчас почва уже теплая корневая система у него мощного заставку то есть фосфора надо давать умеренно давать его надо обязательно но умеренно а вот кальций калий магний вот то что сейчас ну и соответственно там вы будете все это нитратами давать там везде азота много этого спасибо до свидания